Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 56,5 миллионов выделят в Кировской области на поддержку семей участников СВО. Депутаты ЗАГС Собрания поддержали поправки к региональному бюджету. В числе прочего, деньги закладываются на поддержку военнослужащих и их родственников. Так, на компенсацию взносов за капремонт для семей участников СВО будет выделено 13 миллионов рублей. 17,5 миллионов на обеспечение семей военнослужащих дровами. Также 26 миллионов рублей предусматривают на обеспечение бесплатного отдыха в загородных лагерях для детей военнослужащих. Эта сумма рассчитана примерно на 1200 человек. Для Кировской Икеи нашли покупателя. Как пишут известия, одобрена сделка на покупку всех фабрик Икеи в России. На продажу были выставлены 4 завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Два из них объединили. Поэтому сделка заключается на три предприятия. Покупателями стали два крупных отечественных производителя. Компания, специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс» из Санкт-Петербурга и изготовитель пиломатериалов «Луза-Лес» из Сыктывкара. Сумма сделки не раскрывается. Ранее глава региона Александр Соколов отмечал, что покупкой интересовалась и крупное предприятие из Кировской области. В эфире «Экономика». 17 черных кредиторов выявили в Кировской области в прошлом году. Все эти организации включены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, отмечают управляющие отделением Киров Волговятского главного управления Банка России Сергей Крюков. В списке указаны названия этих компаний, адреса сайтов и страниц в социальных сетях, характер незаконной деятельности, а также информация о фактическом месте оказания услуг. Список обновляется ежедневно. Проверить компанию перед обращением в нее можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». В целом по стране в 2022 году было выявлено 1700 черных кредиторов, а всего почти 5000 нелегальных компаний и финансовых пирамид. Это на 85% больше, чем годом ранее. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова